В Суэцком канале снова произошло ЧП с проходом судов. Застрял итальянский танкер, который полтора часа вытаскивали два буксира. Следом, не смог сразу тронуться с места греческий танкер. Все время задержки ниже по каналу маневрировали при поддержке египетских буксиров. Четыре газовоза с жиженным природным газом из Катара, которые направляются в Европу. Они противостояли течению в том районе, где ранее сел на мель контейнеровоз Ever Given. Сегодня днем в Суэцком канале застрял танкер Рамфорд под итальянским флагом. Судно выходило в озеро из южной части с односторонним движением, как неожиданно остановилось. Навигационный портал Marina Traffic опубликовал в твиттер ролик, как к танкеру подошел египетский буксир Тим Хоуп и в течение 40 минут толкал судно в обратную сторону. После этого Рамфорд отошел назад и начал двигаться. Следом к Тим Хоуп присоединился еще один буксир, Массат-3, и группа судов приступила к движению вперед. Полутора часами остановка движения не ограничилась. У выхода из южной части канала после остановки из-за Рамфорд не мог теперь сняться с места греческий танкер Манеорва Найки. Через час он возобновил движение. Однако в результате общая задержка в Суэцком канале достигла почти трех часов. Это хорошо видно по целой группе танкеров с ЭПГ, которые идут из Катара в Европу. Например, в Великобританию и Италию. Четыре газовоза Гаслок-Скаджин, Мелахар-Эс-Лафан, Эльгария и Эльгатора простояли в южной части канала не менее трех часов. Около судов, каждая из которых перевозит около 100 миллионов кубометров газа в виде жиженного природного газа, дежурили египетские буксиры. Длина танкеров составляет 285 метров, и им приходилось все время маневрировать против течения в том районе канала шириной 150 метров, где до этого неделю движение блокировал севший на мель контейнеровоз Эвер Гивен. К 16.00 по московскому времени группа танкеров с жиженным природным газом из Катара прошла часть канала с односторонним движением и вышла в озеро. Примечательно, что газовозы пошли дальше, а вот итальянский танкер Рамфот остался в озере, очевидно для осмотра после снятия с мели. Почти неделю в марте Суэцкий канал перекрывал 400-метровый контейнеровоз Эвер Гивен, который сел на мель. В Средиземном и Красном морях образовалась пробка из более чем 350 судов, в основном танкеров и контейнеровозов. Ежедневные потери мировой торговли оценивали в 6-10 миллиардов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok